Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Канаду! Сегодня мы с вами идем в магазин H&M, посмотреть, что нового завезли к осени и к зиме. Ну, честно сказать, завезли много чего. Я имею в виду свитера. Не то, что уж такое разнообразие, но хотя бы что-то появилось. Это уже как бы хорошо, потому что я помню, что какое-то время назад я ходила, и все еще были летние платьицы, распродажи и все такое. А вот сейчас вот, наконец, появились свитера. Не могу сказать, что такое уж их разнообразие, но, во всяком случае, какой-то намек на приближающуюся осень. Много есть пиджаков, жакетов, каких-то плащей, немножко пальто, но вот тоже свитер в широкую полоску. Цены все те же. Кстати, H&M у нас не подорожал, в отличие от Uniqlo, например. Ну, как бы очень хорошо, но, может быть, это еще все впереди. Что хочу сказать, что я нашла очень много зимних вещей на распродаже и отнесла их в примерочные. Мы их с вами будем примерять. Вот буквально через минуту я начну видео съемки мои в примерочные, поэтому никуда не уходите. А вот в самом H&M, как бы не на распродаже, а уже новая осенняя коллекция, в общем-то вещи более или менее осенние или зимние. Но сказать, что они сильно отличаются от вещей, которые были в прошлом году, я не могу. В принципе, все то же самое. Жакеты, свитера. Кстати, такого же типа, как и в других магазинах, как и в Zari и в Cos, вот я примеряла недавно. Там, конечно, качество намного-намного лучше. H&M попроще, подешевле, что, в общем-то, ну, имеет какой-то смысл, объяснение, потому что плохое, ну, скажем так, не очень хорошее качество и фасоны попроще. Они стоят подешевле, что, в принципе, так и должно быть. И за это я, как бы, вот хожу в H&M и люблю его, потому что этот магазин, он, как бы, на свои деньги, и вот что он стоит, то он и предлагает. В принципе, я очень не люблю магазины, которые за большие цены предлагают ту же синтетику, и очень похожие фасоны, как H&M. В них я стараюсь не ходить, а сейчас перейдем в примерочные и посмотрим, что я нашла для вас показать. Добрый день, друзья! Мы находимся в примерочные H&M. Я сюда заглянула, посмотрите, есть ли что-то в новой коллекции осень-зима. Если честно, ничего такого особенного я не видела. Ну, кое-что появилось, но, вы знаете, так странно, что в основном зимние-осенние вещи находятся на распродаже. Куча свитеров, пальто. Вот это такая странная куртка-рубаха. Она выглядит, как рубаха, но она на самом деле толстая. Видите, здесь что-то проложено, и она такая, как будто бы утепленная. Интересная очень вещь. Разные свитера. Вот этот вообще какой-то очень хороший шерстяной свитер. Мы его обязательно примерим. У меня еще там осталось пальто, я вам потом покажу белое. Ну, то есть, в общем, одеваемся на осень-зиму на ледний распродаже. Что я могу сказать? Давайте будем проверять. Это очень прикольный жилет. Единственное, что меня огорчило, что он стопроцентный акрил. Но выглядит он как будто хлопок. Я, если честно, думала, что это хлопок. Он такой приятный по качеству и по цвету. Я ставила вниз свою рубашку. Может быть, она не очень подходит по цвету к этому жилету. Зато она подходит по цвету к моим косоножкам и к моим туфлям. Просто потому, что этот жилет предполагает, что у вас что-то вниз надето с длинным рукавом. И мне он, правда, очень нравится. Единственное, что я не поняла, его цены. Я вам сейчас покажу, почему. Надо будет спросить у них. В общем, прекрасного цвета, красивой вязки. Это размер экстралар, чтобы вы понимали. Мне кажется, что он и должен быть такой объемный. Большие вот здесь вот подмышки, чтобы туда что-то вниз надеть. Какую-то, видимо, рубаху с большой проймой или какой-то свитер с большой проймой. Очень симпатичная вещичка. Такая модная. Вот насчет цены я вам объясню, почему у меня возникли какие-то странные ассоциации и сомнения. В размер Vita Extra Large. Видите, вот здесь написано цена 34,99. И вот эта тоже целовая цена. Это тоже 34,99. Она такая ободранная. Но, в принципе, я могу разглядеть, что это та же самая цена. У меня есть еще одна вещь. Здесь тоже такая, что вот эта цена и цена целовой стоят одинаково. Это очень странно, но можно вот у них спросить. Потому что висело это в разделе сейл, в разделе распродажа. Ну, в общем, вот такой вот симпатичненький жилетик. Вот такой вот симпатичный свитер. В нем есть аж целых 6% шерсти. Все остальное не шерсть. Но 6%. Он, вы знаете, очень приятный. Он большеватый мне, конечно. По-моему, это Extra Large или Extra Extra. Вообще, в общем, вот такой вот он великоват чуть-чуть. Но, вы знаете, по большому счету, как бы, ну, так вот такой оверсайз, хороший размер. Мне кажется, что можно вполне мириться с таким размером. У него очень красивый цвет. Такой светло-бледно-бледно-сиреневый. Так, в принципе, здесь не видно, потому что здесь ужасное освещение, как всегда. Примерно, как в H&M. Но серо-сиреневый такой, высокое горло. Очень-очень классный свитер. Рокова, конечно, у меня длинные, но их можно закатать, закрутить. Такой, знаете... Мне просто не очень нужны свитера. Но мне нравится его цвет. Мне нравится то, что он такой однотонный и очень базовый, можно сказать, цвет. В то же время, не серый, не бежевый, а чуть-чуть вот в нем есть какой-то пигмент цветовой. Это очень приятно. Видите, это Extra Extra Large. Большой размер, но... Не знаю, мне он не кажется уж таким очень большим. Стоил он 40 долларов, сейчас стоит 25. Не такая же большая распродажа. В принципе, это какой-то вот странный такой ссыл в конце лета, зимних вещей. На мой взгляд, они должны быть очень дешевые, потому что это, видимо, вещи еще с зимы, которые остались. Но сейчас, знаете, с распродажами вообще ничего не понятно. Сейчас все распродают все, что у них лежит на складах. И особенно не с прошлого года, а за прошлого. Что-то как-то когда-то так не было. А сейчас прям все поменялось, и все совершенно стало каким-то необъяснимым. Ну вот видите цвет, я не знаю, вам видно или нет, но он очень приятный. Такой серый, чуть-чуть сиреневый, чуть-чуть розовый. Очень хороший цвет, приятный, нежный, симпатичный. Теперь я принесла два таких, я даже не знаю, как это назвать. Девочки, у меня в город просто от этих свитеров электризуются. В общем, не до свитер, я бы сказала. Недоразумение, недоразуменческий не до свитер. Но в прошлом году и в позапрошлом, по-моему, они были очень в моде. В моде, очень вошли в моду, прям ворвались в моду. Вот такие вот, я присылаю два, у меня есть еще один, вот такого же типа здесь. Я хочу примерить второй тоже. Это такая вещь сложная, в том смысле, что, можно сказать, что это вещь ненужная при диробе, потому что, в принципе, она не является как бы чем-то, без чего можно обойтись. Конечно же, без нее можно обойтись. Вообще, я вам хочу сказать, без 50% трендовых модных вещей можно обойтись. Но для этого они тренды, что они как бы вот появились, шли. И, в общем, наверное, вот это вот такое... Вот у меня есть парочка таких вещей, я купила в Заре, ни разу не носила, потому что я их купила просто за сущие копейки, решивши, что я как-нибудь их внедрю в свою квартиру, потому что это такая стилеобразующая вещь. Вот вы надеваете, и вы сразу такая модная дама становитесь, вроде бы как в странном таком недосвитере. Кто не понял, тот вообще не понял, что это такое. Кто не в курсе, что сейчас модно, вообще не поймет, что это вы такое на себя надели. И вот, конечно, если я приду так на работу, мои дамы вообще не поймут, что сие вообще, для чего сие надета на мне. Опять же, значит, носится вот это вот именно вот с какой-то такой вот безрукава, вот как у меня, вот такой, знаете, маечкой такой, топиком. И вот именно вот даже с этим это красиво, потому что здесь вот, видите, вышивка такая кружевная, и оно выглядит красиво, но она, конечно, то есть вот такой вот легкий какой-то топ, и сверху вот этот свитер, что к чему, зачем он нужен, не знаю. Но, вы знаете, мне просто нравится, как, именно как стилеобразующая вещь, какая-то вот такая необычная, симпатичная такая вот штучка. Очень красивый цвет, голубой, очень красивая вязка. Да, был бы это целый свитером, и бы не было цены. А так, цена есть, и цена вообще-то уже не копеечная. Конечно, ну, просто для интереса я буду в своем примете. Это, конечно же, полиэстер, но он очень мягкий и очень такой немножко даже пушистый. Я даже удивлена, что в нем нету никакого... Не добавлено ничего, потому что он прям такой, знаете, очень красивый цвет, серый, с чуть-чуть голубизной. Это был размер смола, но размер в данном случае вообще, я не знаю, мало что означает или решает. Он стоил 35 долларов, сейчас он стоит 20. То есть он и был не бесплатный, и 20 долларов тоже за такое вот вещь, что, конечно... Но, честно говоря, мне он нравится, ну, просто как бы, ну, не знаю. У меня есть парочку таких, я никто не ношу, еще одну покупать. Тем более, что это, в общем-то, вошло в моду, вышло из моды. Такое дело, трендовые очень вещи, покупать их нельзя много. Они очень быстро выходят из моды. Ну, и одного недосвитера мне показалось мало, я решила принести, примерить, еще один недосвитер. Но я вам хочу сказать, что выглядит он очень симпатично. Это выглядит очень, на мой взгляд, я не знаю, мне вот прям нравятся вот эти вот вещи. Единственное, что, ну, как бы, трудно их применять в гардеробе, потому что их очень трудно как-то... На какую погоду его носить, когда холодно в нем, холодно, когда не очень холодно, в нем жарко, в общем-то... Ну, короче, ну, как просто модная штучка, так она мне нравится. Это такой, видите, красивый, такой защитно-зеленого цвета. Тоже немножко пушистый, тоже полиэстер. Стоит он даже дороже, чем вот этот. И вот такая вот штучка. Вот так он выглядит. Теперь эти сзади, в общем-то... Ну, не до свитера, что тут сказать. Так, значит, цена его... Видите, он стоил 30, а сейчас он стоит 25. А, ну, он, видите, был дешевле. Вот этот стоил 34, а этот стоил 30. Но сейчас этот стоит 19, а этот стоит 25. Ну, неважно, размер медиум. Опять же, размер здесь особо не играет роли. Ну, вот такая вот, такая вот прикольная вещичка. Смотрите, довольно прикольный такой кардиган с запахом. Тоже, по-моему, экстра ларш. Но, опять же, он... Вы знаете, у них какие-то размеры сейчас непонятно, были какие-то большие. Вдруг я стала в них носить медиум, хотя я раньше носила ларш. Когда я поправилась, я стала носить медиум, по сравнению с тем, что когда я была худее, я носила ларш. Но вот это экстра ларш у меня тоже не такой уж и большой, честно сказать. Ну, большой, конечно, но мне кажется, сейчас так носит. Это, в принципе, очень даже такой оверсайз, ну, не такой уж прям оверсайз огромный, что прям невозможно его носить. По-моему, вполне даже такое ничего. Очень красивый цвет, такой салатово-травяной. И такой вот кардиганчик, он запахом, он завязывается. Я вообще слуху покажу. Значит, здесь он завязывается сбоку, и внутри он завязывается. Вот здесь, видите, есть еще одна завязка. А так вот он может, конечно, вот так вот просто болтаться тоже вполне себе. Очень красивый цвет и приятная вязка. Я люблю такие вещи. Наверное, полиэстер я не посмотрела. Сейчас посмотрю и скажу. Наверное, конечно, синтетика. Ну, вот такой очень красивый цвет. Ну, да, это, конечно, полиэстер. Вообще, все эти вещи девайдевают. Это дешевая их линейка, совсем дешевая. Поэтому, а, может быть, поэтому размер девайдет. Это, по-моему, молодежная линейка, поэтому их экстра ларш на мне, в принципе, не болтается уж так сильно. И вот здесь очень тоже странная ситуация, потому что, видите, цена 29 долларов и 29 на сейле. Вот целая вот эта вот приклеена бумажка. Я не понимаю, в чем это такое. Но, как бы, наверное, он стоит дешевле. Не знаю, очень странно. Но висел он в отделе распродаж. И очень красивый цвет. Просто такой приятный, приятный цвет, приятная вязка. Несмотря на то, что полиэстер, он такой очень мягенький, хорошенький. Такой не колючий, ничего. Ну, в общем, такая вот как в тюле. Вот этот свитер, который оказался немножко обманкой. Я вам сейчас объясню, почему, но он очень классный. Он тоже размер экстра ларши, как вы видите, он довольно большой. И это уже не молодежная линейка, а нормальная, взрослая. Поэтому он действительно прям очень большой. Хотя, опять же, повторюсь, в принципе, сейчас так носят. И ничего там такого нету. Почему я сказала, что он обманка? Он на вид и на ощупь абсолютно такой шерсть с махером. Очень приятный. Я вам потом, наверное, покажу на вишенке, будет лучше видно. И там у него на этикетках везде написано шерсть, шерсть, шерсть. А когда я влезла, посмотрите этикетку, которая в шипе внутрь, написано, что 30 с чем-то процентов шерсти, 30 с чем-то процентов махера и 30 с чем-то процентов полиэстер. Ну, то есть, 60% из его состава это хорошая вещь и 30% полиэстер, что уже хорошо для H&M. Но оригинальная его цена была 100 долларов, а сейчас он стоит 50. Так вот, я хочу сказать, что за 100 долларов можно купить чисто кашемировый свитер там где-нибудь в Яникло. Но сейчас уже нет. По-моему, они уже сейчас стоят 120. Но всё равно, 120 кашемировый свитер, а у шерстяной точно можно купить в другом месте за 100 баксов. Чисто шерстяной свитер, а не такой вот 60% хорошо, а 30% плохо. Но он прикольный. Он довольно такой хорошо выглядит, вот такое горло. Он такой, вот чувствуется хорошее качество. Это их премиальная линейка. Но даже премиальная линейка, она не совсем премиальная. И, конечно, он всё-таки, наверное, мне великоват. Вот свитер, значит, видите, вблизи он такой вот пушистый, махеровый, очень симпатичный, приятный базовый цвет. И вот, видите, я немножко купила. Здесь написано, что махер и шерсть, смесь махера и шерсти. Размер смол. Ага. Вот это странно. Почему-то я решила, что он экстралардж. Что-то я перепутала, девочки. Но он очень большой. Вы видели. Это размер смол. Он стоил, видите, 99 долларов. И причём он продаётся только онлайн у них. То есть, кто-то купил и сдал. И вот он вышел на распродажу сейчас за 50. И здесь тоже написано, что это всё шерсть, шерсть, шерсть. И махер, махер, махер. А по факту, в принципе, здесь не всё шерсти махера, а есть ещё синтетика. Ну, вот написано, видите, 32% шерсть. Ой, как всё сложно. 32% шерсть написана на всех языках. Окей, всё остальное. Ну, в общем, вот какие-то вот такие вот тут значки. Всё прям так всё круто-круто. Ну, что вам сказать. Это вообще размер смол. Я в шоке. Почему-то я решила, что это какой-то экстралардж. Поэтому я бы не была удивлена. Ну, смол, конечно, такого размера. Прям такой супер-экстралардж. И видите, это вот такая вот этикетка. Это у них премиальная линейка. Вот. Вот такой свитерок. Приятный. Что сказать? Свитер, конечно, приятный. Смотрите, какая прикольная штука. Я как раз померила её с этим свитером. Потому что это, в принципе, такая куртка-рубашка. Вернее, она не совсем куртка. Она очень лёгкая куртка. Если мы смотрим на неё в качестве вот именно как тёплая вещь. Она не очень тёплая. Но она, видите, с каким-то утеплением. Вот здесь вот подкладка. И внутри вот жалко, что не передаётся камерой. Но внутри есть какое-то утепление. То есть она не просто такая рубашка. Она, в принципе, вот такая вот тёпленькая рубашка. Размер medium. Стоит она сейчас на распродаже. Вверх вот этот у неё хлопок из хлопка. Синтетика, подкладка и наполнитель подкладка. Подкладка, синтетика и наполнитель синтетика. А вверх хлопковый. Что, в общем, хорошо. Карманчики такие. Вот так вот у нас сделаны. Именно как рубашка. Знаете, необычная оригинальная вещь. Не очень тёплая. Но вот на такой, знаете, типа вот ветровке. На какой-то такой. Накинуть на себя осенним тёплым вечером. Потому что осенним холодным вечером вы не замёрзнете. А тёплым осенним вечером будет в самый раз. Интересная вещь. Просто вот она такая интересная. Именно тоже такая довольно классно стильная, по-моему. Видите, она стоила 50 долларов. Сейчас она стоит 20. Ну, вот это на хорошем стиле. Размер medium. И вот такая вот она. Такая, знаете, немножко воротничок. Такая рубашка Мао Цзэдуна. Какой-то такой, знаете. Военный тренчик такой. Единственное, что голубой цвет. И подкладочка. Прям такой небесно-небесно-голубого. Прям такая красота. Ещё одна вещь, которая, я считаю, заслуживает нашего внимания. Это пальто, которое выглядит очень красиво. За счёт цвета, за счёт фасона. Да, это полиэстер. По-моему, там 10% бискозы, а всё остальное полиэстер. Не выглядит как полиэстер. Не знаю, как оно будет носиться. Потому что, возможно, что оно скатается. Но очень красивый цвет. Очень красивый фасон. Видите, рукав реглан. Красивый воротник. Хорошо сшито. Хорошо сделано. Ну, мята немножко. Но это как вещь висит на распродаже. И стоит она сейчас 40 долларов. Но стоило 100 пальто. Оно без пуговицы. Просто на запах. Я примеряю размер medium. И так оно мне, в принципе, нормально. Потому что я ещё его примерила вот на этот толстый свитер. Большой. Который мне довольно большой. И вот так вот оно немножко я в нём как бочонок. Но это за счёт свитера. Я, может быть, сейчас этот толстый свитер сниму. И примеряю его без него. Пальто красивое. Я считаю, что красивое. Очень красивое. И заслуживает внимания. Тем более 40 долларов. Это вообще как будет. Можно сказать, да. Вот я надела это пальто без этого толстого-толстого большого свитера. И мне кажется, что оно выглядит, ну, более как-то так. Не таким огромным. Немножко я в нём выгляжу меньше. Не такой большой девушкой. У него, конечно, очень большие вот этот вот пройм и реглан. Что, кстати, удобно. Потому что очень многие свитера сейчас вот идут с такой вот низкой проймой. И надеть что-то сверху, это вот проблематично. А я, кстати, надела это пальто сверху на этот свитер с низкой проймой. И у меня не было никаких, так сказать, неудобных ощущений. Всё было вполне нормально. Вот такой вот оно. Единственное, что мне немножко низковат. Пояс. Мне кажется, что... Ну, не так, в принципе, не видно, но по ощущению должно было быть немножко повыше. Ну, так, в принципе, неплохо. Вот такое оно длины, это пальто. Хорошая длина. Довольно такая удобная. Не очень длинная, не очень короткая. Хороший пальто. Приятно. Этот цвет немножко искажает. Оно прямо молочно-бежевое. Прям молочно-бежевое, даже не бежевое, а вот именно молочное, цвета слоновой кости. В соседнюю примерочную пришли дети, поэтому надо закругляться, потому что недолго музыка играла, что называется. Недолго было тихо у нас. 40 долларов стоило 100. Размер мидер. Ну, в общем, здесь 50% плестр. Всё плестр. Конечно же, видите, оно немножко такое вот с бортиком. Ну, в общем, пальто красивое, я ничего не могу сказать. Красиво и хорошо выглядит цвет такой шикарный, в общем, шикарно. Ну, что ж, под милые звуки, прелестные голоски детишек в соседней примерочной. Будем с вами прощаться. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вам понравилось, потому что, в принципе, осень уже на носу. И надо думать о том, что нам нужно утепляться, и вот купить вещи на осень на распродаже, это очень приятно. По-моему, это самое лучшее, что можно сделать, если вам нужно что-то новое на осень и на зиму. Если вам не хватает цвета рук, сходите в H&M, у кого есть эта возможность. И вы можете вполне себе прикупить какой-нибудь свитерок, или пальтишко, или курточку, вот, по дешевке на осенний сезон. Все, закругляюсь, потому что шум уже такой. Люблю, целую, увидимся в следующем видео. Пока, Бакабай. Привет из Канады.